всем привет вы на канале crazy fingers и сегодня поговорим о ручных стежках я покажу вам свои самые любимые ручные стежки для вышивки и шитья сейчас вы не просто так видите эту примитивную картину в ней использованы все те стежки которые я показываю в своем видео конечно же вышивать не обязательно такой примитив это просто пример а свои работы которые я вышивала оставлю в конце видео посмотрите что я умею сейчас приступаем к ручным стежкам для начала я покажу как я разделяю нитку мулине да конечно можно брать раскручивать ее если вам нужно сразу две-три нитки пытаться найти середину разделить три на три и крутить но так можно сделать только если нитка у вас достаточно короткая если у вас длинная нитка просто потяните за одну и вытяните ее одной рукой а все остальные нитки останутся во второй так будет гораздо быстрее и шью и вышиваю я всегда одними и теми же иголками иголками для слабовидящих почему все просто посмотрите как быстро я вдеваю иголку в нитку вот и все только поэтому я вышиваю именно этими иголками быстро в дел и начал вышивать стежок который я очень часто использую при шитье это самый обычный ручной сметочный стежок сметочный ручной шов должен хорошо соединить детали кроя и одновременно легко распускаться именно этими свойствами и обладают ручной стежок для сметывания деталей это самый распространенный ручной стежок который используют портные делается он очень просто и быстро при этом две детали точно останутся на своих местах и после чего можно будет прострочить эти детали на машинке цвет ниток для сметочного стежка используйте всегда контрастный переходим ко второму ручному стежку это шов назад иголку он так называется потому что необходимо постоянно возвращаться на один стежок назад шов назад иголку это многофункциональный шов он применяется для сшивания деталей при шитье вручную с его помощью можно заменить машинную строчку вышивки я тоже очень часто используем этот стежок например вышивки крестиком шов назад иголку это контурный шов он используется для выделения деталей и придания четкости рисунку при выполнении этого шва очень важно попадать предыдущий стежок чтобы линия получалась ровной и без пробелов ну а чтобы линия была аккуратной достаточно вышивать в одну нитку я вам показываю в 4 нитки для того чтобы было более наглядно следующий ручной стежок под названием в раскол этот стежок входит в число базовых ручных швов и используется в самых различных случаях это может быть самостоятельный декоративный шов вышивки может быть окантовка заполненного другими стежками элемента или контурная обшивка элемента который в дальнейшем будет заполняться гладью чаще всего шов в раскол я использую именно тогда когда вышиваю гладью этот стежок можно вышивать только с парным количеством ниток 2 4 6 ниток и вот такая аккуратная изнанка получается четвертый вид ручного стежка который я использую очень часто это тамбурный шов тамбурный шов также часто называют цепочка следите за тем чтобы все петли стежка были одинаковые при этом петли должны располагаться на одной линии а каждая следующая петля должна выходить из предыдущей в конце шва обязательно сделайте стежок закрепку выживать тамбурным стежком очень просто иголку и вкалываю вместе выхода нитки и образую петлю на лицевой стороне изделия которую придерживаю пальцем от прокола отступаю необходимое расстояние которое равняется длине стежка и вывожу иглу в середине петли следующий прокол делу вместе выхода нитки а вывожу иглу на стежок дальше не забыв продеть петлю пятый вид ручного стежка называется стебельчатый стебельчатый шов это ряд одинаковых косых стежков плотно прилегающих друг другу обычно ими вышивают стебельки цветов стебельчатый шов можно делать совершенно разными способами он может быть более толстый более тонкий с разным углом наклона при выполнении стебельчатого шва помните стежок должен быть равен по длине другим аналогичным стежкам и также очень важно контролировать натяжение нити и не стягивать ткань при работе дальше я покажу как я вышиваю обычно буквы напишу а б и в чаще всего небольшие надписи я вышиваю самым обычным швом назад иголку когда надпись действительно небольшая буквы маленьких размеров то этот шов всегда останется на месте и не распадется при стирке если это уже какие-то большие надписи буквы больших размеров например больше полутора-двух сантиметров то я использую в такой вышивки тамбурный шов также как сейчас вышиваю букву в надписи выполненные тамбурным швом смотрятся более объемно и массивно единственный совет следите за длиной нитки здесь я уже вышивала маленьким последним кусочком и было конечно это достаточно тяжело чем длиннее нитка тем проще вам вышивать следующая ручная строчка это обмёточный стежок обмёточный стежок я чаще всего использую когда шью игрушки из фетра но также обмёточный шов призван предохранять срезы деталей от осыпания это ручная замена оверлока обмёточный шов также называют петельный это один из базовых швов лежащих в основе вышивки и шитья он представляет собой петли одинакового размера с вертикальными стежками чтобы шов выглядел аккуратно стежки должны быть одинаковыми тут я показываю как можно сделать большие крупные стежки или такие маленькие стежочки как я выполняю при изготовлении игрушек из фетра последний вид стежка который я не могу пройти мимо это французский узелок выполняется он достаточно просто но выглядит безумно красиво я вывожу иголку с изнаночной стороны на лицевую правой рукой держу иголку а левой рукой накручиваю иголку на нитку делаю три-четыре моточка и после чего все также держу левой рукой нитку и вставляю иголку с лицевой стороны на изнаночную протягиваю нитку и получается красивый ровный узелок иголку важно вставлять в то место откуда она вышла и теперь с использованием всех тех ручных стежков которые я вам показала можно вышить такую небольшую картину конечно это совсем детский вариант но для школьников которые наверняка будут смотреть это видео это небольшая картина станет прекрасной идеей для выполнения домашнего задания чтобы на картине были все все стежки достаточно после исполнения картины снять пяльцы и обметать весь кусочек ткани по кругу обметочным стежком волны я выполнила стежками назад иголку и тамбурным стежком кораблик сделала ручным стежком в раскол тела у чаек это французские узелки а их крылышки это стебельчатый шов лучики у солнышка это самый обычный сметочный стежок а само солнце это шок назад иголку и вот так быстро буквально за 10 минут можно вышить такую картину с помощью ручных стежков а теперь покажу несколько своих работ чтобы вы понимали что волны и кораблик это не мой предел это совсем небольшая часть того что я вышивала и лишила за последний год но чтобы не засорять и не делать слишком длинное видео то покажу несколько таких своих работ как вы видите ручные стежки нужны не только для шитья какой-то одежды наволочек платочков которые мы все делали в школе они также нужны и для вышивки также для создания игрушек из фетра игрушек для детских мобилей с помощью ручных стежков можно вышивать на футболках на любой одежде также можно делать брошки учитесь ручным стежкам экспериментируйте вышивайте свое удовольствие спасибо всем за просмотр желаю вам всем хорошего дня пока пока